МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Задачи на перспективу глава Чувашии провел расширенное совещание в Красночитайском районе. Крещенский вечерок в середине лета в Чувашском драматическом театре мистическая премьера. Волевая победа. Сборная кабинета министров Чувашии провела товарищеский матч по мини-футболу с командой ВДБ-24. Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития за 6 месяцев. Сегодня расширенное совещание состоялось в Красночитайском районе. В нем принял участие глава республики Михаил Игнатьев. Перед тем, как встретиться с активом муниципалитета, Михаил Игнатьев посетил районную больницу. За последние годы на ее ремонт из бюджета было направлено более 40 миллионов рублей. Весной модернизировали инфекционный корпус. Его оборудовали новейшими аппаратами. Он у нас межрайонный. Мы обслуживаем два района. Красночитайский, Шумерлинский район, город Шумер. И 4,5 миллиона поступило денег на капитальный ремонт. Наши пациенты рады, что произошли такие кардинальные изменения в материально-технической базе нашей больницы. Но Михаил Игнатьев остался недоволен состоянием проезжей части возле больницы. Ремонт дороги был проведен в этом году, но здесь уже образовалась колея и дыры. Власти района пообещали благоустроить участок в ближайшее время. До конца этого года в муниципалитете намерены отремонтировать еще 4 дороги. Подводя итоги полугодия, глава администрации озвучил и другие цифры. В Красных Читаях выросло количество личных пособных хозяйств. Снижается уровень безработицы, решается проблема с очередями в детские сады. В Красных Читаях был построен детский садик на 160 мест. И очень хорошо, что репутация субъекта, который хорошо справляется с госпрограммой в сфере образования, позволила теперь Чувашской республике войти и в новую программу. Это программа по строительству школ. Глава республики поставил перед активом района первоочередные задачи. Сейчас ластям муниципалитета необходимо активизировать работу по поиску инвесторов. Без предпринимателей малого и среднего бизнеса Красный Читайский район невозможно развивать. Задача органов, прежде всего местного самоуправления, проявлять постоянную инициативу, искать пути, варианты, находить личности. Их не так много. Находить штучные личности, которые являются патриотами своего района, которые ночами не будут спать, в выходные не будут отдыхать, но будут идти и создавать рабочие места. На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев обсудил и подготовку к учебному году. Глава республики отметил, что для школьников необходимо создать комфортные условия. Это стимулирует успеваемость ребят. Медрик Ковалев и Вадим Владимиров. Республика. Министерский поезд, состоящий из специалистов ведомств, медицинских работников и депутатов госсовета Чувашии, побывал сегодня в Ядренском районе. Напомним, его цель – оказать жителям консультативную медицинскую помощь и обсудить с населением наиболее актуальные вопросы и задачи на будущее. Сегодня в Ядренском районе открылся восьмой по счету фельдшерско-акушерский пункт. Счастливыми новоселами стали медицинские работники деревни Нижние Мочары. Недавно мы с администрацией Ядренского района подписали соглашение в рамках сотрудничества города Чапоксара и Ядренского района. В рамках этого соглашения сегодня приехал большой десант на Ядренскую землю. Практически все те узкие специалисты, которых нет в Ядренской районной больнице, диагностические центры передвижные, они вот с утра работают, принимают жителей Ядренского района. Кроме того, председатель правления Совета муниципальных образований Чувашии Леонид Черкесов и заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов встретились с жителями Нижних Мочар и других деревень Ядренского района. Разговор шел о том, как планировать дальнейшее развитие муниципалитета и что для этого необходимо как со стороны властей, так и со стороны жителей. Немало, чем мы можем гордиться, может гордиться наша Чуваша и Ядренский район. Но при всем при этом, конечно же, есть понимание того, что очень много нам предстоит еще сделать. А здесь без консолидации, без доверия, без поддержки друг друга. Все это, конечно, очень сложно сделать. Отрадно и приятно, что в Ядренский районе, я об этом не раз уже говорил, стучатся такие инвестиционные проекты, как высокоскоростная магистраль дорога. Я думаю, это тоже свои дивиденды принесет и в плане налоговых доходов, рабочих мест. Сегодня есть определенные предпосылки для инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. До 13 июля политические партии, желающие участвовать в выборах в Госдуму, должны были утвердить на съездах списки кандидатов, в том числе по одномандатным округам. Сегодня в Центральной избирательной комиссии Чувашии прошла первая пресс-конференция после начала избирательной кампании. Этап представления кандидатов в депутаты Государственной Думы завершился. В списке тех, за кого мы будем голосовать по единым федеральным округам, принимали в Москве. На днях Центральная избирательная комиссия России должна заверить фамилии, которые были предложены на партийных съездах. В избирательной комиссии Чувашии принимали документы от самого движенцев. На сегодня в республике свое желание баллотироваться в Госдуму России изъявили 9 человек. Двое из партий ЛДПР и семеро беспартийные. Два из них уже снились с предвыборной гонки. 18 сентября в Чувашии будут выбирать и депутатов Государственного совета. Голосование пройдет по смешанной системе. 22 человека будут избраны по партийным спискам и 22 по одномандатным округам. Сейчас выдвинулись 40 человек. Представили свои списки и три партии. Партии пенсионеров за справедливость, Патриоты России и КПРФ. В ближайшее время ждут документы от Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Изъявила свое желание участвовать в выборах в Госсовет и непарламентская партия «Гражданская платформа». Не секрет, наверное, что в последнее время у нас самые главные игроки на электоральном поле – это парламентские партии. Как правило, в распределении мандатов участвуют кандидаты, выдвинутые от этих партий. И поэтому персоналии, выдвигаемые именно вот этими четырьмя партиями, они привлекают особое внимание. И вот после того, как все парламентские партии выдвинут своих кандидатов, списки своих кандидатов, тогда уже можно будет примерно увидеть политический расклад в преддверии дня голосования. Есть одно новшество федеральной избирательной кампании – граждане России, которые проживают на территории других государств, тоже могут участвовать в выборах депутатов Госдумы. Для того, чтобы все округа были примерно одинаковыми по численности, были прикреплены еще к различным одномандатным кругам различные страны. Нам еще, скажем так, относительно повезло, Белоруссия с ними проще работает. Голос этих граждан будет учитываться при определении результатов по единому избирательному округу. То есть они будут голосовать только за партии. К выборам готовятся не только кандидаты, но и правоохранительные органы. В прокуратуре и Министерстве внутренних дел создаются штабы по оперативному реагированию на возможные нарушения. Пока поступило менее 10 жалоб. По оценке Александра Цветкова – это немного. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Республика. Раз в Креченский вечерок девушки гадали. В середине лета Чувашский академический драматический театр приглашает на мистическую премьеру. Подробнее в сюжете. Просто мелодрама – это скучно, решил самый молодой режиссер Чувашского драмтеатра Василий Иванов. Другое дело, если любовную линию сдобрить мистикой. Так родился спектакль «Без тебя с тобой» по пьесе Александра Порта. Во время рождественских праздников девушку Мария с подругами гадает. Они вызывают духов. И к ним приходит дух недавно умершего жениха Марии. Девушка решает разобраться, что случилось в тот злополучный вечер, кто виноват. На развитие их романа пытались влиять потусторонние силы. У нас присутствуют силы извне, так сказать, потусторонние силы ангел, демон, дьявол. И он, как они, пытается вмешаться в наш мир, повлиять как-то на нас. Но выбор всегда остается за человеком. Чем закончится святочный вечер для главных героев? Первые зрители увидят совсем скоро. Буквально в эти минуты идет премьерный спектакль. Те, кто на него не попал, смогут побывать на представлении в новом сезоне. Ольга Пырычкина, Лена Алтухова, Сергей Адушкин. Республика. О формировании здорового образа жизни учащихся сегодня говорили в Общественной палате Республики. Участниками встречи стали представители профильных ведомств, общественных организаций. Лишь около 25% абсолютно здоровых детей заканчивают школу и 15% в ВУЗ. Такова статистика нашей страны в целом. За последние десятилетия значительно ухудшилось здоровье всего населения. Для восстановления необходим комплекс мер. И начать необходимо с самого простого. Отказ от курения, вредных привычек, регулярные занятия физкультурой и правильное питание. На пропаганду здорового образа жизни в Чувашии брошены огромные силы. Почти 97% школ имеют модернизированные пищеблоки, оснащенные спортивные залы и стадионы, медицинские кабинеты. Да и сами школьники проявляют интерес к спорту. Участвуют в соревнованиях, сдают нормы ГТО. Только за этот год количество выполнивших комплекс готов к труду и обороне выросло с 42 до 80%. Очень много интересных мероприятий проводится. И зарядка со звездой, вспомните, города Чебоксары, да, которые принимают участие. Хотя я понимаю, что часто критикуют, что там даже принимают и воспитанники дошкольных образовательных организаций. Но им это интересно, понимаете. Для того, чтобы растить здоровое поколение, воспитание, обучение должно начинаться с детского сада. Потому что формирование человека начинается именно с детского сада. Формирование здорового человека начинается еще с детского сада. Именно эта мысль стала основной на собрании членов общественной палаты. И именно на это должны направить все свои силы и государства, и родители. Родителям тоже нужно пожелать, чтобы детей отдавали. Не обязательно профессиональный вид спорта. Об этом к обречи не идет. Но чтобы какие-то секции для развития не только умственного, но и физического, почему нет? Это в будущем на самом деле поможет. Чувашия по праву считается одним из лидеров по развитию физической культуры и спорта, количеству спортивных школ. Наш регион уверенно входит в пятерку субъектов России по числу жителей, занимающихся спортом. Я думаю, что мы возьмем ценное к себе в копилку, в ежегодный доклад общественной палаты Российской Федерации. Определенный опыт накоплен в Чувашской Республике по популяризации здорового образа жизни. Тема эта чрезвычайно актуальная. Определенные успехи в Чувашской Республике уже достигнуты. Вкладывание в здоровье сберегающие технологии подрастающего поколения – это инвестиции в будущее развитие нашей страны. Предложения, озвученные в рамках общественных слушаний, направят в Комиссию по охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России. Она, собрав информацию со всех регионов, сформирует план действий на ближайшее время и на долгосрочную перспективу. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Неутешительные для российской команды итоги чемпионата Европы по футболу еще долго будут обсуждаться на всех уровнях. Но печальный результат никак не отражается на нашей любви к этому виду спорта. Играют в него все и повсюду. Команда кабинета министров Чувашии провела товарищескую встречу по мини-футболу, а ее соперником стал один из банков республики. Кому улыбнулась удача, узнаем в нашем следующем репортаже. Два тайма по 20 минут. Перерыв не более 15. На поле по 5 игроков от команды. Такие правила игры делают мини-футбол динамичным, а значит игроки должны быть быстрыми и точными. На поле стадиона Олимпийский и сборный команд правительства республики одного из банков встретились впервые. Мы готовились давно, но большей частью морально. Физически у нас команда такая несыгранная. Можно сказать, большинство участников собираются здесь впервые, потому что сервисный центр открылся у нас относительно недавно. Установки были следующие, чтобы играть честно, корректно, азартно, чтобы все могли получить удовольствие. Несмотря на то, что матч был товарищеским, страсти на поле кипели нешуточные. Каждая из команд хотела отличиться и создавала опасные моменты около ворот соперника. Открыть счет удалось правительству Чувашии. В перерыве между таймами разбор полетов. Во втором тайме игроки боролись за каждый шанс. Спустя несколько минут сборная Кабмина увеличила отрыв. Соперники смогли отыграть лишь один мяч. Итог игры 2-1 в пользу команды органов власти республики. Все было замечательно. Игра была динамичной. Все в команде отдали полностью силу игре. Команда соперника была очень хорошая. И в конце нам было тяжело. Но мы выстояли. Командная игра вырабатывает характер, вырабатывает мужество, вырабатывает сплоченность. По-другому говоря, это как раз командное управление любыми изменениями и любыми проектами, хочу сказать. И легче преодолевается всегда трудность, когда команда нацелена на определенную цель, на общий результат, то всегда победы они будут. Товарищеские встречи стали уже доброй традицией. Они помогают в неформальной обстановке наладить взаимодействие между политическим и бизнес-сообществами и укрепить деловые связи. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Любовь к спорту прививают в Республике с детством. Очередной физкультурный флешмоб состоялся в детском саду номер 36 в Чебоксарах. Авторами и организаторами проекта «Здоровое поколение. Здоровое Чуваши» выступили председатели Советов отцов Республики и столицы Владимир Викторов и Алексей Мурыгин. Оба поклонники здорового образа жизни. Они активно и регулярно занимаются спортом и намерены увлечь своим примером как можно больше юных жителей Чебоксар. Общеизвестно, что хорошие привычки успешнее всего – мотивировать в раннем возрасте, пока ребенку еще все интересно. Веселая зарядка на свежем воздухе – то, что надо летним днем. Люблю приседать, бегать, прыгать и делать колесо. А танцевать любишь? Да. Всем участникам флешмоба вручились сертификаты. Они будут напоминать ребятам и их родителям о том, что спорт должен стать неотъемлемой частью жизни, чтобы у нашей Республики было большое будущее. В Новочебоксарске инициативная группа «Зачистую Чувашию» начала сбор подписей против ввоза в город химических отходов с Волгоградского химпрома. Активисты группы говорят, они не хотят, чтобы в их родной республике, в Чувашии, повторилась экологическая катастрофа, как в Волгограде. И больше всего опасаются, что из Волгограда под благим предлогом расширения производства на химпроме в Новочебоксарск завезут хлороорганику и диоксины, которые в больших количествах остаются сейчас на обанкротившемся волгоградском химпроме. Диоксины, кстати, в 67 тысяч раз токсичнее цианистого калия. Там очень такие токсичные отходы, которые вообще только в воде хранятся. А мало ли что случится. Вдруг нарушится упаковка или еще что-то. Нет, выбросы сразу здесь, в город, будут. Общественность против. Я во дворе разговариваю с людьми. Ну, рассказывают многие против. И так уж сколько мы химией надышались, сколько было выбросов. Я здесь живу около 40 лет. И нам отходов производства химпрома хватает выше головы. Извините меня за выражение, конечно. И дополнительных отходов вредного производства нам не надо. Напомню, перевести оборудование с обанкротившегося волгоградского химпрома предложил депутат «Справедливорос». Активисты группы «За чистую Чувашию» объясняют, они уважительно относятся к градообразующему предприятию Новочебоксарской химпрому. Там хорошо налажен производственный процесс и управление предприятием. Однако считают, что подобное решение, если оно состоится, станет предвестником экологической катастрофы как в городе, так и в республике. И все потому, что на Волгоградском химпроме, и в этом инициативную группу поддерживают специалисты, остались лишь полуразложившиеся отходы и проржавевшее оборудование. Все это, как предполагают оппозиционные политики, должно оказаться в Чувашии в Новочебоксарске. Что делать с этим опасными отходами в случае реализации предложения депутата «Справедливороса» непонятно. Чувашия занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Такой успех не может быть случайным. Более пяти лет существенную поддержку малому и среднему бизнесу оказывает корпорация развития Чувашской республики. Теперь получить материальную и консультационную помощь для развития бизнеса можно в одном месте. Новый консультационный центр корпорации открылся в Центре развития бизнеса Сбербанка. Репортаж об этом месте смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Представим, что у нас есть идеи для создания бизнеса, но нет готового бизнес-плана. Только что нам одобрили кредит в отделении Сбербанка по улице Карла Маркса, 22. Составить бизнес-план, оценить залоговое имущество и подобрать площадку под инвестиционный проект можно здесь же, не выходя из здания. Опытный специалист корпорации развития Чувашской республики даст первую консультацию абсолютно бесплатно. Мы привлекаем наших партнеров, услуги которых необходимы нашим клиентам. Например, взяв кредит Сбербанка на расширение производства, клиент может обратиться к нашим партнерам за разработкой бизнес-плана или получением субсидий. Мы получаем положительные отзывы от наших клиентов, так как здесь, в Центре развития бизнеса Сбербанка, реализован принцип работы единого окна. Корпорация развития Чувашской республики была создана указом главы республики Михаила Игнатьева 5 лет назад. Сегодня это единственная в республике площадка, которая оказывает содействие как инвесторам, так и начинающим бизнесменам. Мы оказываем содействие по разработке концепций бизнес-планов, паспортов инвестиционных проектов. Оказываем услуги по корпоративному сопровождению проектов, а также процессов покупки и продажи недвижимости. Услуги по поиску инвесторов и привлечению финансирования в проекты. Оказываем помощь предпринимателям при получении региональных и федеральных мер государственной поддержки. Обратиться за услугами в корпорацию развития можно по будням с 9 до 17 часов. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.